Телеканал КРТ представляет По словам Болтона, цитирую По словам Болтона, цитирую В качестве дополнительной страшилки здесь выступает перспектива оставить союзников из Южной Кореи на произвол судьбы при наличии агрессивного северного соседа с ядерными боеголовками. Похоже, подобные страшилки действуют только на таких же ястребов, как и сам Болтон. А о том, что Америка никогда не бросает союзников, это он пусть расскажет потомкам южных вьетнамцев, которых США кинули в 1973-м. Вообще, стоит отметить, что на протяжении последних недель верный республиканский ястреб Джон Болтон сознательно или нет льет воду на мельницу демократов. Его книга «Кабинет, в котором это произошло», появившаяся в свободном доступе в конце июня, явно имеет целью обличить главу американского государства. Добавив к этому свежие заявления о якобы готовности Трампа вывести войска из Южной Кореи, не покидает ощущение того, что либо Болтону хорошо платят за подобные разоблачения, либо он мстит бывшему шефу за личные обиды, либо и то, и другое вместе. Что же касается реакции президента США на заявление Болтона, 22 июня он рассказал, что люди видели в его советнике по безопасности сумасшедшего, и это помогало договариваться о хороших сделках. То есть Трамп видел в Болтоне ни много ни мало плохого полицейского, которым можно припугнуть партнеров для заключения соглашения на более выгодных для США условиях. Нелестная оценка для старого ястреба с хроническим мессианским комплексом. Неудивительно, что Болтон принялся активно гадить бывшему шефу. Однако в этом увлекательном деле он не одинок. 13 июля бывший исполняющий обязанности секретаря по национальной безопасности Эллен Дьюк заявила, что в начале своего президентского срока Трамп размышлял над тем, чтобы продать управляемый Соединенными Штатами остров Пуэрто-Рико или сдать его в аренду на несколько лет. Как пишет, ссылаясь на нее The New York Times, цитата, «Вы знаете, что первоначальные идеи президента были скорее идеями бизнесмена. Можем ли мы передать электричество на аутсорсинг? Можем ли мы продать остров? Вы знаете или избавиться от этого актива?» По словам Дьюк, идеи о продаже Пуэрто-Рико посещали Трампа после урагана Мария, который привел к сильным разрушениям на острове. Как и в случае с откровениями Болтона, этот срыв покровов направлен на создание действующему президенту США имиджа торговца Родиной и ее союзниками. Однако, вряд ли бывшим сотрудникам Белого дома удастся это сделать. Дело в том, что ядерный электорат Трампа – это идейные изоляционисты. Они с пониманием относятся к призывам перевести военных вассалов Америки на самоокупаемость и вывести американские войска из далеких стран, о которых большинство из них не знает ничего, кроме того, что там жарко и постоянно идет война. Немногочисленных сторонников американской экспансии такие разоблачения, наверное, смогли бы убедить. Но они и так ни при каких обстоятельствах не проголосуют за Трампа. Да и большинству избирателей-демократов на Японию скорее, откровенно говоря, плевать. Им бы страховку бесплатную, да стопроцентную квоту для черных на всех руководящих должностях. А воевать за интересы Родины на дальних рубежах они тоже не горят желанием.